В этом видео, к сожалению, я не все моменты успел заснять, чтобы можно было вас замотивировать. Но зато вы увидите, что некоторые моменты в жизни могут отвлекать вас от нужного вам предназначения. А то, что отвлекает вас иногда, выбивает из ритма вашего пути. Но не стоит отчаиваться. Здесь я хочу всего лишь показать, что даже несмотря на то, что вы случайно соглашаетесь на какую-либо авантюру, стоит просто расслабиться и понять, что вы можете от этих действий вытащить для себя много полезного. Это как раз таки о том, как правильно пользоваться своим временем, чтобы потом не жалеть о прошедшем. Я надеюсь, вам очень понравится, потому что я честно стараюсь. Я стараюсь выпускать ролики каждый день и делать мир лучше. Приятного просмотра. Приехала Рита, сейчас мы едем скрывать черепки. Мы не нашли ни хера, мы не нашли ни вишни, ни черешни. Как видите, мы все-таки сорвали куш. Честно говоря, второй день он так. Так что вот так вот, друзья. С утра кушал овсяночку, сейчас я буду делать яички. Кокосовое масло, вот это. Яички. Яички у меня хорошие. И черешня. Яички у меня еще отдельно, конечно. Вот единственное, что я не сделал сегодня, так это. Я пил маловато воды. Так получилось. Ну сейчас не буду закреплять. Получается за... Потому что я поздно встал, в общем. Выпил воды совсем мало. Приготовил себе яичку. Яичку с сыром и огурчиком с помидором. Итак, друзья, я выехал. Приехала Рита. Сейчас мы едем срывать черепки, вишни. С деревьев, в Адыгее. Чтобы вкусно кушать. Потому что летний сезон дает понимание того, что нужно питаться правильно. Приехал в свой рай. Знакомая улица, может быть. Хотя какие знакомые, вы еще не раз даже видели. Вот. Ни хера мы не нашли. Ни хера мы не нашли. Ни вишни, ни черешни. Уже темно. Уже яблоки. Уже темно, да. Уже сколько? Уже почти 9 вечера. А закат начинается вообще жестко. Поэтому, не знаю, только яблоки зеленые и орехи. Еще на обратном пути вишни, черешни есть. Не знаю. День второй так, немножко в смятку. Может быть, осталось вечером что-то наверстать, что-то сделать такое. Может, на одной руке получится научиться стоять. И будет полезно. На обратном пути будем высматривать участки. Может быть, залезем все-таки на чужой участок. Потому что мы видели там одно дерево. И, может быть, получится что-то сорвать. Хотя бы несколько штучек. Ну, типа че. Так. Нашли одно дерево. Есть немножечко. В целом, рискнуть можно. Залезть туда и сорвать. Тихоря. Это все дело. Как видите, мы все-таки сорвали куш. Куш сорван. И сейчас находимся в заведении. Будем пить кофанчик. Ее ждут уже. Рита уже старается убежать. Но ей все равно. Так же, как и мне сейчас многие. Напомню, что я где-то всегда опаздываю. Но я не опаздываю. Я просто задерживаюсь. Поэтому, когда начальство сдерживается, не надо на него гнаться. Приехал, в общем, домой. Ну, честно говоря, второй день. Он так. Как-то. Вроде полезно что-то есть. И не знаю. Ну, полезно, что я съел много фруктов сегодня. Сорвал фрукты новые. Вот. К сожалению, я сегодня не занимался. Занимался практикой. И это проблема, конечно. Ну, ничего страшного. Я этот момент исправлю. Завтра у меня очень интересный день. Нужно документы подготовить. Я потом чуть позже об этом расскажу вам. Сейчас я всем желаю хорошего вечера. Доброй ночи. До завтра. Так что вот так вот, друзья. Ставьте лайк, подписку. Какой ты красивый просто вообще. Какой же ты классный. Такой пусик. Можно поближе. Поближе, поближе. Позже назад. Молочко, из которого я делал торт.